Дорогие радиослушатели в эфире. Специальный выпуск программы Политинформания. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Две недели назад Россия вероломно напала на независимое государство Украина. Гибнут люди. Россия совершила военное преступление. Руководство России, сама Россия совершила военное преступление. К великому сожалению погибло много людей. Погибло, вот насколько я сейчас читал, 71, по-моему, ребенок. И мы сегодня беседуем с нашим коллегой, замечательным украинским журналистом Романом Цымбалюком. Роман, доброй ночи. Доброй ночи. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, Геннадий. Большое спасибо, что вы согласились с нами побеседовать, хоть у вас и очень поздно. Роман, как для вас начался вот этот 24 февраля? Вы знаете, я, если честно, до самого последнего момента не верил в возможность российского военного вторжения, потому что в этом нет вообще никакой логики с точки зрения интересов российского государства. То, что они сделали, это, да, как вы сказали, военное преступление, и за это заплатит вся Россия. И, во-первых, позор на русских солдатах и офицерах, которые позволяют себе уничтожать школы, больницы и роддома. Второе, мы их никогда не простим. И вот эта история, которая куется огнем и мечом в это время, она будет записана золотыми буквами в истории Украины. У нас улицы будут названы героями этой войны, политиками, которые эту победу обязательно обеспечат. И, да, Россия отправляется, нет, не в рай, а пока во тьму. Ну, это уже их проблемы, но самое главное, решимость украинского общества такова, чтобы гнать российских нацистов до их государственных границ. И это будет обязательно достигнуто. Слава богу, у Украины, как у мирной страны, есть друзья, и нам сочувствуют, и, что самое главное, не только сочувствуют, но и помогает весь мир. И Соединенные Штаты, где вы сейчас находитесь, в том числе, и это важно. Я хотел бы сказать, что мы открываем микрофоны для наших радиослушателей 847-400-5200. 847-400-5200. Звоните, пожалуйста, называйте свое имя. Если вы с Украины, то называйте город, откуда вы приехали. Роман ответит на все ваши вопросы. Единственная просьба, Роман находится в стрессовой ситуации во время войны, поэтому хамство или каких-то вопросов... Ген, давай я добавлю, я хочу сказать, что те, кто зомбирован российской пропагандой, пожалуйста, не звоните и не занимайте наш эфир. Вот это большая-большая просьба. Роман ответит за войну мы не приемлем, и даже близкое этого не будет на нашем радио. Рома, я уже обращаюсь к вам просто как к очень близкому другу. Что сейчас происходит в ближайшие вот сутки в Украине? Какие вообще последние новости? Ну, смотрите, я бы не сказал, что я нахожусь в тростовом состоянии, во-первых. Поэтому пусть звонят все, мы объясним даже тем, кто за войну... Ну, видите, те, кто в Чикаго за войну, они же хитренькие, они же молодцы. Они поддерживают своего фюрера Путина, но почему-то предпочитают жить в Соединенных Штатах и пользоваться зелеными долларами. И ни одна сука, извините за прямоту, я больше не могу, ни одна такая личность по каким-то причинам своего сына на войну не отправила. Вот это очень важно, поэтому звоните все. Все звоните, мы со всеми разберемся. Потому что вот эти вот нехорошие люди, вы знаете, вот в Мариуполе до войны жило 400 тысяч человек. Так вот, внимание, российские пропагандоны, Захарова и вся эта банда, они говорят о том, что они нас от чего-то освобождают. Вот пока, по последним данным, похоронили в братской могиле в Мариуполе, в русскоязычном городе, больше тысячи человек. Цифра не точная, потому что там есть информация и так далее, и так далее. Поэтому это первый момент. Что касается вопросов войны и мира, ну что, ждем оккупантов понемножку. Армия работает, жгут и жгут. Каждое утро встаешь, думаешь, блин, будут они там наступать, не будут наступать. Они уже по большому счету тут и не наступают. Я не знаю, Путин решил провести демилитаризацию России в Украине. Потому что у нас трофейной военной техники, всех образцов, которые есть у россиян, с каждым днем все больше и больше. Это и танки с последней модернизацией, и не только танки. Пленных уже там сотнями измеряется. Поэтому, понимаете, зря, что вы запретили звонить вот таким вот людям, которые войну... У нас есть звонок, Роман, у нас есть звонок, давайте послушаем. Давайте прием звонок. Добрый день, говорите, называйте свое имя, пожалуйста. Да, добрый вечер, меня зовут Ави Мальсман, я итальянский, но я сегодня живу в Ленгрии, Вирджиния. И у меня есть вопрос к господину Цимбалику. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер, господин Цимбалику. Во-первых, я хочу вас поблагодарить. Извините меня за мной русский, я уже сам где-то русском не говорил. Вы поддерживаете очень много людей, выходцев из Советского Союза и даете им правильное, не только информацию, но и поднимаете дух и говорите правду. Большое спасибо вам. Как ветеран, так как я называл свое имя, я не могу сказать, где я служил, где я работал, но у меня вопрос, проходит ли ваши разговоры, цензуру, потому что, по-моему, и у меня есть в этом очень много опыта, вы говорите черчур, не только вы и лично, но черчур много информации. А эти слова, путь на роботу, они о них вас прошли, что вы точно. И они cross-referencing the information, это очень опасно. Спасибо. Я учту ваш совет, но смотрите, я озвучиваю только ту информацию, которую получаю по своим каналам от украинских силовиков, и эта информация публикуется абсолютно осознанно для того, чтобы попробовать каким-то образом влиять на российские массы. И тут идея такая, у нас же нет задачи убивать русских, это правда, и российских солдат. Такой цели нет, поэтому мы призываем россиян остановиться, а те, кто не сложат оружие, будут уничтожены. И вот вы представили, что вы из Израиля, я вам хочу сказать следующее. Вот это очень важный момент для понимания. По сути, то, что сейчас делает Российская Федерация в Украине, это сроднись с преступной политикой Холокоста. То есть это уничтожение по национальному признаку. И вот про Мариуполь, понимаете, в Мариуполе до вот этого ада, который там устроили российские военные преступники, ну, как минимум 30% населения, они, ну, их можно считать пророссийско настроенными, понимаете. А бомбы они бросают на всех, а в части правильной информационной работы, конфиденциальности и так далее, ну, у нас тут масса тоже есть советов по этому поводу. И вот заметьте, что если украинцы одно время там грустили по поводу того, что то нам не поставили, не закрыли небо или еще и еще, то я в таких ситуациях всегда говорил, что пройдет чуть-чуть времени и никто ничего озвучивать не будет. Хотя вот про комплексы ПВО информация, она уже пошла из Великобритании, и многие страны наоборот публично это делают. Ну, очень большая работа ведется в вопросах оружия, не публично. И я не думаю, что мы что-то скажем такое, что повредит безопасности моей страны. Еще раз, я очень четко понимаю, какую информацию стоит озвучивать полученную от силовиков, а какую нет. И мы даже в таких ситуациях, если у меня сомнения, я прямо говорю, это для понимания или для публикования. Поэтому тут все очень четко. Роман, у меня к вам вопрос такой. Вот у нас еще четверг, пришла такая информация, что сегодня выступил, если не ошибаюсь, Леонид Кучма с обращением к украинцам, да? Или я могу ошибаться? Нет, это как раз сегодня было, я читал его текст, он очень так эмоционально написанный. Суть его, что он проклял российских оккупантов, призывал украинцев к вооруженному национальному сопротивлению. И смысл его слов прост. Мы никогда не сдадимся, мы убьем их столько, сколько потребуется для освобождения нашей прекрасной страны. И, знаете, я все-таки вернусь еще к вопросу, там была такая фраза о том, что мы выходцы из СССР. Вот мне 41 год, я вам хочу сказать, что моя страна – это независимое государство Украины. У меня нет другой страны. Нет, и никогда не было, и не будет. И мои родители, которые им, соответственно, чуть-чуть старше, занимают примерно такую же позицию. Еще раз, это народно-освободительная война, ее поддерживает 99% населения. Есть у нас некоторые заблудшие овцы, но они почему-то, а, им российские бомбы многим прочистили мозги. – Роман, такой вопрос. Почему так слабо слышен голос украинской интеллигенции, людей, культуры? Ну, той же Ротару, например, или Константин Меладзе, я знаю, люди. Кстати, даже не слышно голосов Ющенко, голоса еще кто-то. Ну, сегодня Порошенко выступил, но я, как бы, в продолжении того, что ты говоришь, мне кажется, что Кучма выступил как-то поздно, две недели прошло. Может быть, мы что-то не знаем? – Вы знаете, я не настроен сейчас искать в наших рядах, кто там когда выступил, но по сообщению некоторых украинских СМИ за это время дважды встречался Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые до военного вторжения считались чуть ли не главными антагонистами. Сейчас все изменилось. Я понимаю, что, может быть, вот эти вот звезды какие-то, которые думают, там, не потерять российский рынок на период после войны, еще что-то. Ну, вот посмотрите, чем ближе будет украинская победа, чем больше будет уничтожено российских захватчиков, и количество вот этих голосов будет увеличиваться. И, если честно, вот вы говорите интеллигенция. У нас своя интеллигенция. Мы абсолютно самодостаточное государство. Например, Святослав Вакарчук путешествует сейчас по Украине в различных городах, в самых горячих точках. Он же не военный, он не политик. И у него был опыт. Я не думаю, что он больше снова будет в эту воду заходить. Есть Жадан, который, несмотря ни на что, никогда не покидает Харьков. То есть, понимаете, есть Андрей Хлевнюк, наш певец, который вступил в терророборону, и сейчас, кажется, он в патрульной полиции. Есть масса моих друзей, в отличие от меня, журналистов, высокопрофессиональных, международников, с вот такими вот умными и светлыми головами, сейчас занимаются тем, что защищают нашу родину, а там на российских оккупантов. Поэтому я, вот, если честно, люди, вот то, что называется, которые думают усидеть на двух стулах, стульях, их мнение на самом-то деле никому не интересно. Вот, наверное, вот это самое важное, что нужно сказать по этому поводу. У меня такой вопрос. Может, есть какие-то сведения, куда же все-таки исчез господин Медведчук, путинский кум? Что-то, было написано, что он сбежал, но вот куда он сбежал, неизвестно. Ну, очевидно, он как человек, у которого, при всей его одиозности и отвратительности, с мозгами у него все нормально, сбежал. А куда эти люди могут сбежать? Они убегают в Российскую Федерацию, там они сгинут, как краса на солнце. Вините, когда началась война, действительно, было недокуманно. Если честно, хрен с ним. Его гвоздь на дороге обязательно найдет. Самое главное, что этот человек, он никогда больше не будет иметь вес в украинской политике. Никаких пророссийских партий. Даже вот это ОПЗЖ, они тоже тут немножечко помолчали, помолчали, а потом начали себя проявлять. Потому что стало ясно, что если ничего не изменится, то этих товарищей будут просто развешивать на столбах в прямом смысле этого слова. Я понимаю, там, Хюмансерайц его очень не одобрит, но это война. Из самых одиозных, там есть один депутат, который сейчас не вылазит в Москве из-за студий российских. Но, опять же, жизнь этих людей, она в любом случае закончена. Я не говорю о физическом каком-то устранении, что, кстати, абсолютно не исключено. Потому что никто ничего не простит и не забудет. Понимаете, там первая волна тех, кто работал с Януковичем, и они, кстати, тоже пытались выдернуть, кажется, на танках сюда привезти. Ну, а танки почему-то на российские начали гореть. В общем, этих людей Россия выкинет как использованные, извините, контрацептивы. Роман, у нас была заявлена тема до того, как я с вами связался, попросил выступить в нашей передаче. Существует ли коллективная ответственность русского народа в том, что произошло на Украине? Как вы считаете? Вот эта тема для нас очень интересна, я думаю, для всех. Она не только интересна, она и важна. Важна, да. Вы знаете, существует, все отвечают за свои дела и действия, или бездействия. Чтобы быть объективным, я вам даже более того скажу, что существует коллективная ответственность и украинцев. Да, да, действительно, и эта коллективная ответственность лежит в том, что в 2014 году мы были преступно слабыми и позволили начаться российскому военному вторжению. За это мы отвечаем. Но в данном случае, так как мы ни на кого не нападали, мы из этого сделали выводы, стали сильнее и беспощадней. А российское общество, конечно, они все отвечают за сложившуюся ситуацию. Все. Вот этой искусственной оппозиции, которую сейчас тоже там по тюрьмам расфигали, расфигачили, которые почему-то их не смущал вопрос убийства граждан в соседней стране. Они почему-то там боролись с коррупцией и всякое такое. Естественно, она существует. Вопрос в другом, что это не значит, что если у тебя русский паспорт, то тебе с тобой какие-то меры принимать. Нет, просто процессы деноцификации, должен провести с его в обществе. Это важно, потому что вот эта вот российская политика, которая сейчас проводится, ну, это же чисто нацизм. Нацизм, понимаете, они проводят умышленное истребление украинцев. Ну, а как по-другому? Поэтому каждый получит рано или поздно по заслугам, ну, а кто-то, может быть, наверняка останется на всю жизнь в бункере. у нас есть телефонный звонок, давайте, зазвался, говорите, 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 называйте свое имя, пожалуйста. Меня зовут Дмитро, я хочу подякувати вам, панове, за вашу працу, и хочу сказать великое дякую панове, роману, цимбалюку, это будет Украина. Задавайте вопрос, задавайте вопрос, Дмитро. Он, 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 видимо, выступил, я понимаю его. А хочу напомнить нашим радиослушателям. Если можно, я все-таки отреагирую. Да, пожалуйста, конечно. У нас, у нас все изменилось. Я нахожусь в безопасном месте, я не рискую своей жизнью, и потому что я не военный. И мне в военкомате моем сказали, что Рома, иди занимайся то, что у тебя получается лучше. А люди, которые рискуют и умирают сейчас, вот за то, чтобы я, я лично гражданин Украины, Роман Цимбалюк, мог с вами общаться, вот у меня есть здесь свет, мне дети в безопасности. Есть звонок у нас, давайте примем. Сейчас так далее. Герой это армия. Говорите, пожалуйста, задумайте имя, пожалуйста. Ефим, Киевлянин, у меня вопрос нет к Роману, мне все ясно, я слежу за этим, но я хотел бы вам сказать, что для Путина уже есть статья даже в уголовном кодексе Российской Федерации. Вот, недавно выступал Невзоров, и он зачитал эту статью. Статья номер 353 за развязывание за развязывание войны в другом государстве. Поэтому Путин и назвал свою операцию не войной. А спецоперации? Он знает подлец, что для него уже статья есть. Вот он так себя ведет. Но я думаю, для Украины все кончится благополучно. Спасибо. Спасибо большое. А хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы разговариваем с украинским журналистом Романом Цымбалюком. Телефон 847-400-5200. У нас есть звонок. Говорите. Называйте имя свое, пожалуйста. Борис Киев. Добрый день. Добрый день. А не кажется ли вам, или мне показалось так, или я могу спросить, что украинские президенты проиграли немножко раньше, когда в 2004 году отдали ядерное оружие, а потом объяснялись для третьеклассников, что нельзя было их обслуживать. Если Украина сейчас в состоянии создать ядерное оружие была, то в 2004 году гораздо раньше могла создать. И второй вопрос. Когда Кучма решил сократить армию, я помню его речь, когда он говорил, нам низко воевать, и тому что у нас мирные соседы, и эту армию уничтожили. Вот тогда надо было создавать еще и армию, и оставлять ядерное оружие, а не в 2014 году, тогда бы вообще никто не напал. Спасибо. Ваш ответ, пожалуйста. Роман, Вы знаете, во-первых, Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала, населенного на Чикаго в 1994 году. И у нас много сейчас дискуссий на эту тему, хотя по большому это счету они закончены. Решение принято, и с большой вероятностью другой опции тогда просто не было. Можно было, конечно, спорить сейчас очень много в части того, что документ должен был называться не меморандум, а как-то по-другому. С другой стороны, то, что было, то прошло, и в части даже дипломатии, вы понимаете, у нас документов с Россией о территориальной целостности и нерушимости границ было подписано много, и они на все документы наплевали. Что касается армии, вот это как раз этот момент, про который я вам сказал, про коллективную ответственность, вот эта коллективная ответственность действительно лежит на Украине, что наши политики настолько были увлечены вот эти вот годы до 2014-го, что там раскалывали общество, вбрасывали в общественную дискуссию темы вообще, которые не имеют никакого смысла и значения, такие как русский язык, исторические моменты и НАТО. Сейчас все изменилось, мы это давно уже прошли, давно прошли, а поддержка вступления Украины в Альянс сейчас на рекордном показателе 89%. Я просто к тому, что можно долго себе голову посыпать пеплом. Единственное, что я скажу, вот вопрос звучал так, украинские президенты проиграли, ничего подобного. Да, это проблемы роста национального государства, не без этого. Сейчас у нас оружие достаточно, и я подчеркну, те, кто не сдастся, тех просто уничтожат. И это бесспорный факт. Поэтому, видите, они же поэтому и перешли к позиции террора. Понимаете, сейчас гражданских погибло больше, чем военных. Но это о чем говорит? о том, что они просто проводят ковровые бомбардировки по жилым массивам. Роман, у нас есть звонок, давай мы еще ответим на один звонок. Давайте. Есть звонок, говорите, мы вас слушаем, вас включили. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит Роман Махненко, профессор университета Иллинойса, подписчик Романа Цимбалюка на Патреоне. Роман, доброй ночи. Волновались за вас. Вчера вас не было нигде. Волновались. Вопрос такой. Много моих коллег со всего мира спрашивают, как они могут помочь, но по какой-то причине у них либо не получается, либо они не хотят переводить деньги именно на украинскую армию. И они хотят больше помочь в гуманитарных вопросах. Мы, как украинцы, знаем, кому мы можем помочь, хотя это сейчас достаточно сложно, и как передать деньги. Могли ли бы вы порекомендовать на гуманитарные медицинские цели, куда иностранцы могут переводить деньги, и может быть это можно, чтобы у вас появилось на ютюбе или где-то на аккаунте. Спасибо, спасибо за ваш вопрос, у нас есть еще звонок. Роман, одну секундочку, мы примем второй звонок, потом вы сразу ответите. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно, говорите. Роман, здравствуйте, меня зовут Виталий, я сам тоже родом с Украины, из Донецкой области, военнослужащий здесь в Америке, уже служил 20 лет, участвовал во всех компаниях. Единственное, что хочу, я так болею за то, чтобы правительство Украины не поддалось никаким уступкам. Я почему-то опасаюсь, что настанет момент, когда, может быть, западное правительство скажет, давайте ради того, чтобы установить мир, давайте, ребята, идите на пусту, давайте признавайте Крым Россией, Российской и Донецкой области так же, как, ну, частью России. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но я не думаю, что после всех этих событий украинский народ даже позволит, чтобы это произошло, ну, по крайней мере, так, с моей стороны, я просто смотрю и болею за это. Все, спасибо большое. Спасибо. Роман, давайте мы сейчас уйдем на рекламную паузу, к сожалению, нам это надо делать, и, к счастью, и сразу вы ответите, как только мы вернемся. Да. Сразу же ответите на все вопросы. Оставайтесь. Мы возвращаемся в программу Политинформании. Сегодня у нас специальный выпуск события в Украине. Агрессия России против суверенного государства Украины. Мы продолжаем беседу с украинским журналистом Романом Цымбалюком. Роман, вы с нами? Конечно. Давайте я отвечу на вопрос. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. из Иллинойса. Значит, смотрите, есть специальные счеты НБУ непосредственно для вооруженных сил. Я практически под каждым своим стримом оставляю реквизит фонда поварность живым. Они как раз специализируются на том, чтобы купить украинской армии то, что нужно. И есть волонтерские организации поменьше. Например, там есть команда Анны Домбровской, которая занимается непосредственной медициной для фронта. Что касается каких-то вот других мне просто вопросов, особенно когда речь идет о пострадавших в результате обстрелов и так далее, и так далее, я думаю, что мы с Романом спишемся на Патреоне, как он сказал, или в Шейсбуке. Я просто подготовлюсь и найду способ квалифицированно ответить. Что касается Виталия, когда он сказал, что главное, чтобы украинская власть не сдалась, не капитулировала, еще что-то. Я вам хочу сказать, что это просто невозможно. Просто невозможно. Во-первых, как это не странно звучит, но украинская армия поймала кураж. Мы их будем гнать по Крымскому мосту, пока они не вернутся за красную линию. А это линии государственных границ. Поэтому вот эти переговоры, они и сегодня, уже вчера были переговоры в Анталии нашего министра Кулебе с Риббентропом современности Лавровым. Они вообще ничего не могли договориться. Почему? Потому что для того, чтобы решить любой общечеловеческий гуманитарный вопрос, Путин и Лавров выдвигают политические требования. И там, вот как мне кажется, мне многие за это критикуют, что единственный момент, где могут быть подвижки, это в части НАТО и по без изменения Конституции. Потому что Роман, у нас есть звонок, давай мы ответим еще много звонков. Говорите, называйте своими именами, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Константин Шевченко, меня слышно? Слышно, слышно, говорите. Я из города-героя Харькова, надо простить, проживаю в Чикаве. Роман, я являюсь вашим подписчиком очень давно, я хотел сказать вам большое спасибо за вашу работу, за ваши слова, за то, что мы называем все своими рычами. Вопрос у меня следующий, может вы найдете какие-то слова для всей диаспоры, которые прозывают не только в США, а сейчас всему мил. Спасибо и слава Украине. Слава Украине. Мы еще примем один звонок, Роман, их много. Говорите, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Назвайте имя. Да. Здравствуйте, меня слышат? Да, говорите. Здравствуйте, меня зовут Иван, хотел бы Романа задать вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Слава Украине. Героям слава. Пожалуйста, как вы хотите. Как вам удобно. Говорите на украинском. Роман, я спешу за вашу звенністью. Вы, долгое спрацювали в Москве, один из журналистов из Украины. И часто там было, так звонили Марии Захарове, Пескову. И от таке питание. Недавно Аркадий Папченко, ваш товарищ и наш любимый Песович, значит, выпубликовал, что деякие, которые его игнорували, которые на него все-таки котели бочку. Я вибачаюсь, но нужно немного быстрее. Да, быстрее, чуть-чуть, у нас много звонков. Задавайте вопрос, пожалуйста. Оказался прав, это правда. Челаров, той же самой Песков, Захарова. Пишут вам в личку, что вы были прави. Нет, конечно, они мне не пишут, потому что общаться с нацистами как-то совсем не комильфо. и они перешли все красные линии, а когда начали бомбить наш Харьков, то мне просто с ними нечем говорить. Я же вижу их публичные высказывания. Я до войны мог поговорить, кто из них больше, людоеды или меньше. Сейчас это все не имеет значения. Они все оправдывают убийство детей и женщин. и был первый вопрос, может диаспора помочь. Во-первых, вы все являетесь избирателями в своих странах. И помогать добру это правильно. Во всех смыслах этого слова. По всем божьим заповедям и не по божьим заповедям, если кто-то в бога не верит. Поэтому самое главное, чтобы Украина получала военно-политическую поддержку от стран, в которых вы живете. Это очень важно. Когда люди выходят на демонстрации в Чикаго, в Нью-Йорке, когда они говорят, вы не можете игнорировать факт геноцида в Европе в 21 веке. Вот это возможно важнее даже материальной поддержки. Этот аспект вы можете найти тех людей в Украине, которым вы доверяете и люди будут рады. Понимаете, вот я у меня слава богу наш дом в Киеве, хоть мы и сейчас выехали вчера и при этом меня не было, он не разбомблен. И можно сказать, что все нормально. Родители у меня в оккупации, моей жены родители сейчас в оккупации. Но мы исходим из того, что территория будет освобождена от российских нацистов и все там восстановится. Поэтому если вы как диаспора найдете людей, которым вы доверяете, это не обязательно должно быть. Я могу поискать, но вы можете это сами сделать. Понимаете, есть люди, которые остались вообще без ничего. Вот вообще, вообще, когда тебе нету ни одежды, ни крыши над головой. и в принципе это не самый худший вариант, все выжили. Поэтому сейчас такой поток гуманитарной помощи, потому что просто не в чего переодеть детей. И конечно мы будем благодарны любой помощи, но вот если говорить глобально, потому что частные вопросы, они все равно как-то решатся. Здесь тоже мы друг другу стараемся помогать. Роман, у нас есть звонок, у нас есть звонок, давайте примем. Называйте свое имя, пожалуйста. Откуда вы? Меня слышно? Да, говорите пожалуйста. Только быстро и четко. Меня зовут Георгий, я из Филадельфии. У меня вопрос такого типа, мы на этой неделе отправили 150 бронежилетов во Львов, и мы бы хотели узнать, как можно отправить бронежилеты в Киев, в терреборону. Может и чем-то помочь. Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что точно такой же схеме, как Львов, и просто дальше они автотранспортом будут доставлены в Киев. Тут есть нюанс, так как это грузы условно двойного назначили или военного назначения, как она будет пересекать границу, и если вы это сделали с львовемами, то и киевляне точно так же это получат. Единственное просто сейчас немножко нарушены коммуникации, это займет больше времени, но автосообщения на автомобилях я просто сам вчера видел, там с западной границы соответственно по всей стране идет поток фург больших машин, на которых все это куча микроавтобусов и так далее, и так далее. То есть коммуникация в стране полностью присутствует. Наверное, так. Роман, у нас есть следующий звонок, давайте примем следующий звонок. Говорите, пожалуйста, называйте свое имя. Добрый день, добрый день, меня зовут Клара, мы отвезли вот мисс Карпаты, они вещи не берут, они только деньги, они как мы не берем вещи. Я не знаю, кому еще тут Чикаго обращаться, но они не берут. Но это правда было неделю назад. спасибо, Вы знаете, спасибо вам за помощь. Возможно, это связано как раз с логистикой. Если условно, давайте я прямо скажу, если условно этот груз стоит такую-то сумму, а пересылка будет стоить еще столько-то, и технически это отправить может не представляться возможным. и когда стоит ситуация так, то конечно приоритет будет отдан в сторону бронений жилетов, потому что условно говоря вещи первой необходимости, или мы сами этот вопрос решим, или из Европы это будет доставлено. В данном случае просто не обижайтесь на нас, просто примите это с пониманием. Спасибо. У нас следующий звонок. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Меня зовут Ольга, я отсюда из Чикаго, вообще я родом из Молдавии. Вы знаете, вот здесь есть, я нашла вот это GoFundMe, и там украинский гуманитарный фонд. И там они уже собрали что-то около полутора миллионов. Вот туда можно спокойно сделать пожертвование. Я так думаю, что они знают, куда это все распределить. Вот. Спасибо. Да. Спасибо. Да, я думаю, что это прекрасный совет. Если, еще раз, мысль проста. Помогайте Украине через те механизмы, те фонды, которым вы доверяете. Наверное, самое простое, самое простое и самое лучшее. Роман, у меня пока нету звонков, я все жду. Звонков очень много, а у меня у самого есть вопросы. А если вы обратили внимание, то вот эти российские пропагандоны, Соловьевская, Беева и так далее, они уже начали как бы протекать. То есть, вот я видел выступление Шахназарова, где он признал, оказывается, есть такое, значит, украинцы, есть такой народ, это многих как будто и позабавила нация. Нация, да, нация, да. И почему-то они не сдаются. Да, как вы думаете, они уже поняли, что то, что они делали на протяжении восьми лет, это скотство, это подлость, лицемерие, то есть, все ужасные слова, которые только можно сказать в отношении них. Ну, человек, такое животное, которое найдет себе любые оправдания, видите, одно дело, когда ты называешь украинцев нехорошими словами, типа нацисты, фашисты, бандеровцы, а другое дело, когда армия твоей страны взрывает роддома, больницы и многоэтажные постройки, где живут люди. Возможно, у кого-то там остатки совести есть, возможно, это нужно проверить, но я, видите, не думаю, что они как-то смягчат свою риторику, это такие, знаете, вкрапления, по большому-то счету, вот этот вот маховик российской пропаганды, он работает нон-стоп, они даже переформатировали трансляции на своих каналах, если раньше эти шоу, они там шли по 60 минут, то сейчас они идут два раза по 150 минут, это все программы ненависти Украины, естественно, они немножечко озадачены, потому что их же настраивали, что они будут проводить в парадной форме парад в Киеве, а люди, которые приехали с парадной формой в рюкзаках, уже лежат в земле, ну или валяются в лесопосадках, то есть тут есть такой момент, но я не вижу смысла, что нужно апеллировать к их совести, ничего подобного. Я с вами полностью согласен. У них ее, скорее всего, просто нет. Ром, у нас звонков пока нету, да, есть звонок, есть звонок, говорите, говорите, да, пожалуйста. Назвайте имя. Да, да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый день, Роман, слава Украине, спасибо за работу, которую вы делаете, зовут меня Валдес, я литовец, и хочу вас уверить, что мы тоже поддерживаем вас, и даже мои клиенты, которые ватники, я знаю, они тоже платят, они пересылают деньги украинской армии, потому что я так хочу. Слава Украине еще раз. Спасибо. Спасибо. Есть еще звонок, говорите, пожалуйста. Следующий звонок примем. Здравствуйте. Да. Меня зовут Михаил, я из России, в Украине никогда не жил, но я всеми силами поддерживаю Украину. Слава Украине. Спасибо. Очень важные слова. Спасибо вам. Вы знаете, чтобы быть порядочным человеком, не обязательно бывать, когда-то в Украине. Еще раз, это абсолютно немотивированный факт агрессии и геноцида. Это ничем не спровоцировано, кроме какими-то имперскими болями в голове ограниченной группы людей, которые, а, свою страну толкают в пропасть, мы-то устоим, а что будет с ними, ну, это их проблемы, но факт остается фактом, что эта история, она намного сложнее и будет иметь колоссальные последствия для самой России. Ну, и отдельно, спасибо Валдосу, не за то, что все платят, а за то, что страны Балтии, они были первые, которые пришли на помощь, первые, и которые первые показали пример, что можно не бояться Путина, что можно отдать свои дживелины, отдать свои средства защиты, которые дорого стоят и куча-куча таких моментов, потому что есть государства, которые смотрят на эту ситуацию наперед, и это тоже неблаготворительность, потому что люди понимают, что если можно убивать украинцев, то кто сказал, что нельзя убивать тех же русских, литовцев, эстонцев, поляков, и я могу перечислять этот список очень и очень долго, поэтому Валдос вам за позицию, дякую. У нас есть звонок, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Еще раз, здравствуйте, и сегодня промелькнула значит информация, это были, так сказать, переговоры в Турции, и вот этот мерзавец, который министр, извините за выражение, и он сказал, что вроде как обнаружено, что Украина вместе с американцами какое-то оружие бактериологическое создает, которое будет этнически настроено, вот что вы можете сказать по поводу этого. Мерзавец Лавров, да. Спасибо. Ну, очень сложно добавить что-то к фразе мерзавицы, чтобы не материться более, но вообще-то вот эта вся банда Путина и команды, они же вот эти две недели пытаются придумать и обосновать, а чего они напали, чего, ну что такое случилось, почему они угробили, ладно, нас не жалко, почему они угробили тысячи российских молодых мужчин, которые наверняка могли бы жить, у них могли родиться дети и так далее, вот по всему этому жизненному циклу. И вот сейчас бактериологическое оружие. До этого они говорили, что мы ядерное, мы хотим вернуть ядерный потенциал. Этих бред заявлений было настолько много, но это, конечно, оно очень смешное, потому что они говорят, что вот мы хотели с американцами разработать что-то такое, что будет косить исключительно по национальному признаку, по этническому признаку. Тогда возникает вопрос, вы там уже разберитесь, мы один народ или мы разные народы. Если только русские, значит, мы уже разных народы. Это позитивный момент. Ну и самое главное, вот всегда хочется сказать, ребят, а где логика у вас? Ну, если американцы такие коварные, что они соответствуют действительности, то иммигрантов русских, вот чисто русских во всех соотношениях, в Штатах много, можно брать у них кровь и проводить исследования без Украины. Но нюанс в чем? Что почему-то эти исследования, они не проводятся уже в странах Балтии. А знаете почему? Потому что это страны НАТО, и их попробуй что-то там сделать, просто вступится вся организация. А вот пугать грузинов о дальнейшем вторжении можно. И украинцев пугать, ну, нам уже ничего не боимся. Роман, у нас есть, я очень знаю, у нас есть еще звонок, давайте примем, у нас скоро заканчивается передача, хотелось побольше принять. Называйте свое имя, пожалуйста, откуда вы? Добрый вечер, проговорю эту мысль, что, понимаете, можно быть украинским журналистом, когда есть Украина. А они поставили, они думали, что поставили под угрозу ликвидацию украинского государства. А парни, смелее меня, младше меня и старше меня, взяли в руки автоматы, Эн Лоу, Дживелины и так далее, и так далее. И за эту страну, да, у нас концепт, конечно же, сильно поменялся. Сильно поменялся. Никто не хочет умирать за Украину. Это правда. За Украину мы будем убивать. И этот процесс будет длиться до того момента, пока последний человек, который пришел из России с оружием в руках, или не служит это оружие, или уйдет домой. Все очень и очень просто. Рома, я где-то недавно читал, что сегодня Украина воюет не только за свою землю, но и воюет за всю Европу. А как ты к этому относишься, выражению? И такой еще маленький вопрос. А что будет с русским миром по окончанию войны? Ну, давайте с конца. Русский мир это уже ругательное выражение. Это ругательство. Это, знаете, это примерно так же, вот когда они нам говорят, что мы там братский народ. Это в приличном обществе такое сказать уже нельзя. И этот русский мир, который строит Путин, его не отмоешь ни Пушкиным, ни Достоевским, ни другими писателями угрюмыми и так далее, и так далее. Поэтому никакого русского мира нет. Есть русская смерть, и русский нацизм. Это, наверное, вот такой момент. А в части воюют за Европу, ну, смотрите, вся Европа вложилась в это. Вся. Во-первых, есть вопрос исключительно морали. Ну, нельзя вот прилетать на самолетах и бомбить 500-метровыми бомбами детей и женщин. Ну, как-то это не принято. Ну, просто это не принято и все. Но и второй момент. Путин со своей вот этой дебильной политикой, он просто всех задолбал. Он вот уже у всех. Они везде лезут. У них всегда какое-то особое мнение. Они позиционируют себя как убермэнши, что они самые лучшие, великая страна, самые длинные ракеты, спортсмены, еще что-то. Слушайте, и с этим всем говном, извините, они лезут ко всем, учат всех жизни, рассказывают о том, что кто как должен политику устроить и так далее, и так далее. Это надоело всем. Вместо того, чтобы просто торговать тем же нефтью и газом и зарабатывать на этом, ездить на Рольцах, они рассказывают, они пытаются финансировать партии в Европе. Они развернули вот эту сеть фашистского телевидения Russia Today и так далее, и так далее. И вот сейчас это просто, знаете, вот западный мир, все же гуманисты, это правильно, вот они все время, все время, вот так вот, как бы на задних лавках пытались как-то там дипломатии, дипломатии. И вот все просто прорвало. Поэтому все осознали, что это нацистский режим с ядерной бомбой, и их нужно максимально изолировать от мира. Вот этим сейчас занимается украинская армия и порядочные страны, все порядочные страны, это 179, кажется, государств, которые выступили в Генассамблее против военного вторжения в Украину. Рома, вы знаете, во времена моей юности я болел за Минское Динамо футбол, но мне безумно нравилось Киевское Динамо. И когда, вот недавно на Фейсбуке я увидел фотографию великого украинского футболиста Владимира Бессонова, одного из кумиров моей вот юности, с оружием в руках, и я понимаю, что когда такие люди идут защищать свою родину, свою страну, свой язык, свою культуру, то эту страну победить невозможно ни при каких обстоятельствах. Поэтому в конце передачи я хочу вам сказать, что люди, которые и вы, и многие другие, кто защищает и словом, и оружием, и какими-то поступками, невозможно победить народ, который защищает свою землю. А, хотел бы сказать, Ома, большое спасибо за то, что в такое позднее время ты согласился с нами побеседовать, для нас это важно, мы хотим принести извинения многим, кто звонил и не дозвонился, вы можете с Романом на его, наверное, ютуб-канале, да, увидеть все сноски, если у вас есть какие-то вопросы, и поддержать и словом, и делом Украину победить невозможно, слава Украине, героям слава. Роман, большое спасибо вам. Бережьте себя и свою семью, большую вашу большую семью и родителей, надеемся на еще одну встречу и не одну даже. Я всегда готов. Спасибо, что пригласили. Всего самого лучшего. Всего самого лучшего, Роман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова